Привет, родные! Этот год мы начинаем только с побед, и для побед нам нужна только мотивация. Поэтому, если ты хочешь накачаться, то возьми и присядь 10 раз прямо сейчас, неважно где ты, в автобусе, дома за столом, возможно, в кровати, может быть, даже на операционном столе, просто взял, присел и сел, соответственно. Если ты хочешь прочитать книгу, то после просмотра данного ролика садишься и читаешь свою любимую, или, возможно, нелюбимую, очень противную книжечку. Или, если ты устала ждать предложения руки и сердца от своего парня, взяла и позвонила ему, сказала, у тебя ровно 60 секунд, чтобы ты собрался с мыслями, пришел и признался мне в любви, сказал, какая я самая лучшая, самая красивая, и хочу жить только с тобой. Да, кольцо обязательно! Поэтому, за большими победами, бесплатными мотивационными речами, у вас есть хороший шанс подписаться на мой канал и постоянно только побеждать. Короче, привет, родные, с вами Радик, и сегодня смотрим «Любовь на выживание». Смотрим с одним из участников «Сердца с Ивлеевой». Почему мы смотрим данное шоу? Потому что с Евгением там не очень красиво расстались, и да, они уже с Татьяной, соответственно, не женаты. Просто получилось так, что Евгения выставили в не самом красивом свете. Поставили видео ее бывшей жены, где она очень жестко прокатывается по нему. Мама моя! Всем привет! На связи Татьяна Кожухарь, бывшая жена Евгения Бобкова. Первая. Роль жертвы. «Жизнь в стиле мне все должны, как земля колхозу, и мир ко мне несправедлив». «Неумение доводить дела до конца», «Поиск легких денег», «Неблагодарность», «Восприятие любой моей помощи как данность», «Ты жена, ты должна мне помогать», «Очень много слова должна» в лексиконе. Захотелось бы не поддержать Евгения, а просто разобраться, что и как, что как. Но я вам скажу так, а мне написали, соответственно, мои любимые роднульки, точнее одна, о том, что Евгению подставили. Даже не Евгению подставили, а подставили даже его жену. Потому что там было записано не только отрицательные стороны, но и положительные. Соответственно, как бы монтаж делает чудеса, и человека выставили, может быть, не в самом хорошем свете. И я подумал, было бы неплохо сейчас, было бы неплохо, если бы никто-то бы не писал. И я подумал, было бы неплохо, на самом деле, посмотреть на Женю с данной, серьезно. Поэтому было бы неплохо посмотреть на Евгения с данной стороны и как он себя ведет. Потому что я посмотрел, что у него появился свой канал, там был, он пытался как-то прокачать. Короче, в целом, наверное, это может быть не так и важно. Смотрим на любовь, на выживание, с тобой и с твоим прекрасным настроением, с твоей потрясающей улыбкой. Кринж? Да, ладно, что ли? Это первый раз, что ли? Поехали. Всем привет, меня зовут Аня, мне 29 лет и я предприниматель. Меня зовут Женя. Аня похожа на прошлую участницу группы Серебро, между прочим. Но реально, на самом деле, симпатичная пара, что могу сказать. Причем, Аню показали, она вообще отлично выглядит. Там у него белые-белые волосы, короче. Ну, Женя, в принципе, тоже симпатичный молодой человек, такой же, как и я, маленький. Ущербный. 27 лет, я занимаюсь спортивными и бальными танцами. Познакомились мы с Женей в ночном клубе. Спустя три недели Женя предложил жить вместе, и вся романтика сошла на нет. Мы с Женей на самом деле мало проводим. В чем проблема? Берешь, выгоняешь ее из хаты, и говоришь, это, зай, для нас. Ради романтики. Вводим время не вместе. Я очень много сил, внимания и времени отдаю своим тренировкам. Я много работаю. И, Гарри, встречаемся с директором школы и ведем переговоры. На данный момент у меня 24 франчайзинговых представительства по студиям рисования песком. Популярная тема у нас, типа, рисуем песком. Блин, деньги, ну, по факту, из ветра, а так, ну, из песка. Отдельно. Встречаемся мы по вечерам. Он на кухне, играется после работы. Куда ты сел? Я сел в играбельный стол, дорогая. Я хочу тебе сказать о том, что я должна чувствовать, что мы вместе. Сейчас мы просто по отдельности, понимаешь? Для меня семья... А что плохого в зоне комфорта на отдельного человека? Ну, согласитесь. Ну, не хватает, бывает, иногда. Ну, ладно. Ну, просто как бы тут все так слишком приторно они делают. Мне это не нравится тоже, что так все, типа, сразу так много-много-много-много отрицательных вещей. Положительные тоже есть. Они же как-то сошлись, в конце концов. Это, в первую очередь, команда. То есть я хочу стать с ним командой. И я думаю, что этот проект нам позволит это проверить. Вообще, сможем ли мы что-то делать вместе? Если можем, то, значит, мы можем стать и семьей. Ну, как мы поняли, возможно, вы не выиграли это шоу. И вот Таня с Женей в Камбодже. Их уже ждет ведущая проекта, которая приготовила для них немало сюрпризов. Здравствуйте. С добрым утром. Я смотрю, ай, забыли. Гаси. Привет, ребята. Всю неделю я буду проверять ваши чувства на прочность. По правилам проекта участников ждут пять экстремальных испытаний. Спасибо, учила. На ревность. Черт, кто к ней присел. Страх. А-а-а. Доверие в самовурочку. Ты продаешь Таню в рабство на целый день. И неплохо. В каждом они могут выиграть ключ. Очень нервно это все. Этими ключами пара сможет открыть шкатулки, в которых лежат... Я надеюсь, у них не будет первого соревнования, где они будут восемь часов ходить по полю, искать какой-то замок и ключ. Потому что я смотрел одну серию «Любовь на выживание». Подсказочку, соответственно, конечно же, я забуду указать. Но там просто трэш. Вообще нереальный трэш. Там чувак выдает такое. И хочется каких-то других немножечко испытаний. Интереснее. И денег, чтобы настоящие были. Че за банк прикола? 200 тысяч рублей. Больше ключей, больше шансов получить всю сумму. Ребята, как часто вы что-то делаете вместе? Вот только вдвоем? К сожалению, очень редко мы что-то делали вместе. Максимум сериалы вместе смотреть. Ну да, такое. А что вы мне даже на мозаику собираете? Вазу лепите одну, постоянно вдвоем. Ну я не знаю, как бы, да, все мы разные, соответственно. Но постоянно быть вместе. 2-4 на 7. Ну я, если честно, я еб... Я проверю, сможете ли вы стать настоящей командой. Готов. А для меня команда, это когда я могу положиться на своего человека. Даже скинуть какие-то обедности на него. Каждое утро местные рыбаки расставляют в море сеть. Сегодня их улов соберете вы. Я прямо... Ой, я еще в душе даже не был, как бы, можно покакать сходить. Бешен. Жизнь меня к такому не готовила. Да, да, нормально. Я еще ни разу в жизни рыбу не ловил. Задача ребят – привезти 10 килограммов рыбы. Через час рыба должна быть на берегу. Как мы за час все это успеем? Ваша лодка. Я вас жду. Так, так, Танюх, на, бери жилет. Мне было интересно посмотреть на Таню, как она будет себя проявлять. Как мы найдем эти сетки-то? Я не знаю. Не было определенной точки, к которой нужно было приплыть. Она просто показала плыть вон туда. Сети расположены прямо по курсу в двух километрах от берега. Их протяженность более одного километра. Поэтому ребятам нужно просто плыть прямо, никуда не сворачивая. Ну, я сразу понял, что я буду командиром этого корабля. Ну, ладно, я так... И смотрю, она просто идет за мной. Забыла весла, забыла ведро. А что ты ничего не взяла? Я не знаю, я что-то как-то сейчас пойду возьму. В смысле? Как их могла забыть за главный инвентарь наш? Я, видимо, была обескуражена тем, что нам сразу, грубо говоря, с аэропорта нужно что-то... Да не обескуражена. Ну, чувак на себя должен взять ответственность. Здесь логично, как бы, по факту, это охота. Охота, да, наши инстинкты, которых не существует. Взлагаются на мужчин, наверное, все-таки взять любое племя. Он должен сказать, так, я сейчас беру самое чужое зая весло, соответственно, и ведро берем. Да, только ты это тащишь, потому что, как бы, у меня немного рук. Все, все на себя надо брать. А тут, типа, таких вещей бывает, надо... Ты что, дура, не могла додуматься? Ты, блядь, не могла додуматься? Ну, реально не могла. Она, кстати, вообще не сталкивалась. Давай мы тебе пойдем, там, ногти пойдем красить, хотя ты уверен, ты в этом разбираешься, 100%. Тоже прокулишься во многих моментах. Что делать? Я еще не понимала вообще, что происходит. Давай ты будешь с корзиной. На, держи. Давай. А я с этой пойду. Сошла на клубочка, а с того, что это, наверное, нужно на нее вставать и гривсти веслами. Давай, 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 давай. Давай, давай, вставай. Да. Я держусь, я не буду... Это была провальная идея. Еще раз давай, залезай. Да ты как корова за редко. Да давай, еще раз. Держись, самое главное. Начали пробовать в разных вариантах, как оседлать эту лодку. Вначале я впереди, он сзади. Боль, еб. Падаем. Поменялись. Ээээ... Ну, ладно. Падаем все равно. Держи. Зачем ты встаешь, если ты не можешь держать равновесие? Для чего, Жень? Ну, мне в родности интересно. Ну, как бы... Это было бы очень смешно, если бы не ограничение по времени. Из отведенного часа на выполнение задания ребята потратили уже 15 минут. Я должна была сзади встать, потом ты встать. С тобой нереально тупо. В смысле, а с тобой реально, да? Ты сзади висишь, как якорь. Блин, блин. Трехничек. Жень, ты сам не видишь, что ты падаешь вот сюда? Как я могу, если ты сзади перевешиваешь? Я ровно сидела. Ты висишь в два раза больше, чем я ровно. Но каждый обвинял друг друга в том, что мы не можем удержать равновесие. Хе, команда. Отличный парень, который говорит своей девушке, что ты весишь ровно больше меня в два раза. Ну, ладно, такое тоже бывает. Такое, как бы, не солидно озвучивает, наверное. Женю осенила гениальная идея, я прям была удивлена такой его сообразительности. Да давай, 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 лишь бы не упомяло мне в глаз. Все, ура! Закрепили корзину достаточно так, прям крепко. Уже одна проблема решена. Осталась вторая проблема, это Таня. Все, почти готова, почти готова. Ничего не делай. Давай, все. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я реально бесю, потому что Таня тупо не может удержаться. Это правда так сложно? Нужно провести испытание, срочно, срочно. Понял, что нужно сидеть на этой доске вдвоем. Я сел. Так, ты прикрепил, прикрепил, да? Да, да, погнали. Мне уже начало мандраж такой бой, потому что я чувствовал, что мы уже потеряли кучу времени. Ну, не разворачивай ложку. Господи. Нормально, я уже даже села. Ты села и развернула лодку, ты. Я понимаю, что нам еще просто плыть и плыть. Но тут всплыла другая проблема. А ты что, ничего не делаешь? Потому что, чтобы гребсти, нужно вот, втыкать. Я никогда в жизни не держала весло в руке. Я не понимала, как им надо работать. Ты теперь пишешь вот так водичку, как будто, не знаю, ты в ванне плещешься в тенково. Давай греби. Он плывет, мне не объясняет, как действовать, и просто наезжает на меня. Тыкай весло. На. Воду. Не черпай воду. Мне это просто начало уже очень сильно злить. Но я чувствовал, что вот тупо просто не успеваем. Женя, у тебя такой вопрос, знаешь, банальный совершенно. Ты же видишь, что человек совершенно в этом, ну, как бы, неграмотен и неспособен. Видно, что ты понимаешь. Может быть, и понимаешь, что у тебя сокращенное время очень мало. Ты еле-еле додумался для того, чтобы сесть на лодочку. Ну, без обид. Можно ли как-то, ну, как-то взять на себя инициативу? Ну, и самому грести, соответственно. Медленнее, но зато без нервов. Все спокойны, все довольны. И ты выглядишь, ну, как бы, не совсем токсиком. Вот, нормально. Правильно, правильно, так надо. Так надо его. Воспитать надо по башке. Ой, извини, махеньки. Надо подальше сесть. Не башке мы, это подъемлят на воде. Больше поплыли. Ну, удивительно, что они развелись. Я очень быстро сюда схватывала. Да, конечно. Я сразу разнажу. Это истеричка, ты больная. Ребята только начинают плыть, а до конца испытания осталось всего 30 минут. Гребу уже со всех сил. Уже последнее, вообще, на издыхании. Поворачиваюсь, а там Танюха просто положила весло. И такая откинулась. Устала? Устала, Жень. Командная работа. Да я и так стараюсь. Слушай меня внимательно. Давай. Сейчас будет команда. И раз, и раз. Раз, это прогрев. Смотри. И, это поднимаем весло? Да. Раз, выгребем. Готовы? Да. Поднимаем весло. И? И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. Раз. И. Они просто до двух считать не умеют. Раз. Ну, начинается нормальная такая более-менее. Командная работа. Давай, давай, малыш. Ура. И. Ребенка, поднимай, поднимай, поднимай. И. Ой. Прости. У тебя приедут двугорбым вербютом. Ну, я что, виновата, что весло такое длинное? До конца испытания осталось 20 минут. Обращайте внимание, что они до сих пор просто около берега плавают. До конца испытания остается. Ну, хотя бы другой кадр бы взяли. Всего 20 минут. Я вижу буря. Давай, давай, скорей. Я думаю, вот, может быть, там что-то есть. Капок чей-то. Нужно будет искать дальше. Искать, смотреть, может быть, какие-то новые будут. Да нет, вы из него суп сварите, все нормально. Как раз он пропитался морской фауной. Вон, и капустка на нем уже есть. Отлично, отлично. Будет что поесть. Как чисто на мой глазомер, мы уже проплыли километра два. Я уже начала уставать. Мы плыли, плыли, плыли. Уже просто, уже уморенные. Пши просто. Солнце прям жесткое. Давай греби, сказал. Я ожидал поддержки, вдохновления. То, чтобы она как бы... Какое вдохновление? Ты что, совсем что ли? Вы гребете на доске, собираете рыбу. Какое вдохновение тебе нужно? Бабочки в животе, хочешь опять почувствовать? Начинала поднимать командный дух. Этого я от нее не дождался. Боже мой, какой ты плаксивый. Вот сейчас только 10 минут мы посмотрели шоу. Мне интересно, что будет дальше. Поголовочки нужно будет гладить. Там, типа, Женечка, ты мой хороший, ты все сможешь. Зачем это нужно? Это нужно как бы, ну не так. Это не нужно просить. Своей какой-то беспомощности. Я уже просто расплакалась. Да я гребла наравне с тобой. На стриме в обрез. Поэтому я хотел быстрее, чтобы ты помогла мне. Нужно было как бы просто послушаться, как девушке, настоящего мужчину. Нет, ты замечаешь только минусы. А то, что я как мужик реально с тобой е*****. В какие-то моменты даже ты останавливался, а я реально гребла. Мне было обидно слышать от него постоянные вот эти вот обвинения. Потому что вместо того, чтобы подержать, он только на меня наезжал. Малочка. Маленький. Извини. Спи, 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 спи. Спи, 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 спи. Он такой, ну все, я остался один. Участница умерла. Можно мне страховку за нее, пожалуйста? Ты большая молодец. Женя как-то сразу, очень быстро понял свою вину. Как это ни странно. Но проблема непонимания, она осталась. Таня! Проблема с Женей, а не непонимание. Давай, гребем, у меня немножко осталось. Давай, давай, давай. Это, походу, та сетка. Я уже понимаю. Я не знаю, надо проверить ее. О, точно, сетка. Единственный шанс успеть – это работать быстро и слаженно. Проявит, наконец, Таня и Женя командный дух. Или опять потратят время на ссоры. Мы договорились, я остаюсь в корабле. Условно, Женя ныряет. Такая маленькая. Первая рыба! Овации. Начало обнадеживающее. Но задание. А оно уже как будто сушеное. Непростое. Рыбка. Иди плыви сюда, что ты там сидишь? Мы с Анейхой договорились, что я нырял. Я нырял, брал рыбу, а то она была рядом со мной. А она уплыла на 10 метров. Блин, я просто в шоке был. Боже мой, я к тебе еще должен подплыть, да? Мои обязанности входило следить за лодкой. Но тут что-то пошло не так. Выви сюда! Сейчас! Надо было за сетку зацепиться. Он так помогает! Тебе не унесло бы. Я постоянно куда-то относила. Я что-то пытаюсь сделать. Лодка крутится вокруг своей оси, наезжает на эти сети, сети путаются. Сети, сети, сети. Они поцелуют. Рыба, рыба, рыба. Почти как улует. Выви сюда, корова! Чего ты такое говоришь, Жень? Мне уже в этот момент вообще захотелось просто сесть. Не знаю, захотелось просто все бросить. И пускай он там дальше сам разбирается со всем. Раз такой молодец. И бравый, замечательный такой добытчик мужик. Ты мой якорь, блин, он вселенный. Ну а что ты хочешь, скажи, как помогать? Сколько тебе будет об лодке, да ему на самом деле едешь. Поехали, она у меня просто без тебя укрывает. Рассказать, как сделать? Как? Ложись с животом, как тюлень. Так сразу бы сказал. А своей башкой не догадаться. Чего я вообще на каком-то сижу? О боже. Ну давай, господи, ну что она как кремочка какая-то? В какую сторону гребите? Ой, правой рукой греби. Да не надо орать уже, нет смысла столько орать. Больше всего переживали, чтобы рыба осталась в корзине. Потому что ладно, мы, мы на нее обратно сберемся. Тапок тоже с собой взял? Молодец. Потерять рыбу, это было фаталити. От неслаженных действий Таня и Женя не просто рискуют потерять лов, но и тратят драгоценное время, рискуя не получить ключ. Выныриваю наверх, смотрю, Таня на месте, слава богу, а весла уже уплыли куда-то. Иди весла бери. Ситуация уходит из-под контроля. Мой весло одно вижу. Я затем еду, а ну дальше. Ладно, бери то весло. Стой сюда. Не хотел бы я смотреть фильм, когда они выживают на необитаемом острове. Потому что фильм был бы минут на 15, наверное. Стань, давай, забери весло это. Ты, х**, там рыба есть еще. Вот в этом месте, да. Мне щипнут, потому что сильно глаза, но они на самом дне. Рыбы, которые были более-менее плюс-минус ближе к поверхности, и Женя все собрал, но нужно было нырять глубже. Рыба вся духлая, сука, она там висела-то. Бля, спасибо. Гот. Она уже как будто протухшая. Сколько Женя не пытался нырять, больше рыбы ему достать не удалось. Все, есть что? Нет, больше ничего нет. Нам надо возвращаться, сколько набрали. Ну там килограмм 7-6. Бро, конечно. Да, 7 килограмм. Отлично, такой прям, большого судака взяли, там, стерлиц. Я не знаю, я в рыбе хорошо разбираюсь, но почему-то в такие моменты я такой, кит. Ну и с этим лом, со слезами на глазах, мы поплыли обратно, и только тупо от мысли, сколько нам еще обратно. Я просто уже падал в оморок. Да ладно, ты что, брось. Рыбу, как ты просила, мы добыли. Прошло, правда, гораздо больше времени, чем было вам отведено. Почему вы так задержались? Я... Пробки. Тяжеловато вообще, вы видели, что происходит на дороге? Я подозреваю, потому что вы очень долго пытались стать командой в начале пути. Очень долго тупили, долго гребли, долго спорили. Покажите мне ваш улов. Рыба такая, ой, тут килограммов семь, наверное. Молодцы. Даже невооруженным взглядом видно, что десяти килограмм, к сожалению, здесь нет. Для того, чтобы стать командой, вам нужно перестать думать только о себе и больше думать о своем партнере. Мне кажется, что, к сожалению, у вас этого не получилось. И этот ключ я оставлю у себя. Много испытаний. Это было первое и провальное. Обидно. Ничего, мы тут разминались. В следующий раз мы не ударим грязью в лицо. Открываю дверь, и там, короче, Айза уже стоит и говорит. Ты один? Твоя ушла? Можно я на минуточку зайду? Таня начинается прямо сейчас. Что, прямо сейчас уже сразу? Собирайте чемоданы. Я жду вас на улице. И поторопитесь, пожалуйста, я не люблю долго ждать. Все хорошо. Вот все чемоданы. Мы были просто в шоке, не ожидали такого. Все, быстро собрались в молниеносном. С каждым шажком боялся и думал, что тоже сейчас будет. Я решила, что за следующую ночь в этом отеле вы должны заплатить сами. Блин. Мы так вообще не договаривались. Почему должны платить за отель? Ваш номер стоит 260 тысяч риэлей. Дороговато. Не потянем. Я дам вам сегодня возможность эти деньги заработать. Хорошо. А если не сможете, останетесь на улице. Ну, это максимально опасно, мне кажется. Ой, да ладно, тоже неплохо. В принципе, свежий воздух. Какие проблемы? В палаточке ночевали? Ночевали. В Камбодже. Только от вас будет зависеть, где вы будете ночевать. Мы немножко так. А свои 20 на тусах. Где только попал и не спал. Вот это рейвы нулевых. У меня 10 было, конечно, но... Мягко говоря. Какое-то лютое задание. Как обычно распределяется ваш семейный бюджет? Ну, вообще, в принципе, 50 на 50. Мы вместе зарабатываем на квартиру. Мы все вместе скидываем. Там корм коту стоит 1200, по 600. Нормально. По квитанции? Что-то бы посчиталось. Угу. 4879. Расчетить на 2. Смотри, по 2439, 99 с каждого. У нас, в принципе, интересно. Интересно. Каждый не зависит от бюджета другого. Прикольно. Мне кажется, я взял и кого-то подколол случайно. Не, ну, бля, я уже все его там, ну, здесь. Ладно, давайте так. Как вы, если в отношениях, распределяете свой бюджет? Можно в комментариях? Интересно, потому что я часто слышу, что реально живут 50 на 50. Ну, в основном, там, типа, мужчина много берет на себя ответственности. Знаю, что есть пара, где у мужчины сейчас проблемы финансовые, он там сработает, что-то еще, но сейчас как бы кризис. И девушка берет большую часть на себя, ну, как бы держится за отношения, скажем так. Вот прям вот реально, и друг друга поддерживает. Но такие пары прям малые. Потом еще плюс кто-то перегорать начинает в этом плане, потому что чувствуется, что один делает гораздо больше, а второй меньше. И как будто бы он такой, ножички свисают чуть-чуть. Это устраивает. Но Таню это не очень устраивает. Я что, да не знаю? Есть такие моменты, в которых мне бы хотелось, чтобы Женя брал на себя 100% ответственность. Мне бы хотелось какую-то подушку безопасности, чтобы был с он рядом человеком, на которого я могла положиться. Женя, я предлагаю тебе взять на себя 100% ответственности и принять одно важное решение. Тебе нужно выбрать. Либо ты сегодня идешь рубить сахарный тростник, делать из него сок, продавать и зарабатывать деньги. Либо ты продаешь Таню в рабство на целый день. 4 тысячи в час. Либо ты продаешь Таню в рабство на целый день. Продашь? Сейчас посмотрим. Я бы его никогда никому в рабство не отдала. Ну, хотя не знаю. Вот этот человек прямо сейчас готов тебе заплатить всю сумму. И Таня пойдет... Жирный кэш. Таня, посмотри, может быть, и есть смысл Жене-то поменять. Там и останешься потом. Идет выполнять с ним самую грязную работу. А ты в это время будешь отдыхать? Не пойдет. Будем работать на тростнике. То есть ты будешь работать на тростнике? Я готов. Я был готов порваться на все части. Лишь бы не было такого, чтобы его отдали рабство. А Таня будет отдыхать? Ну, наконец-то. Справедливость. Классно, наконец-то Женек напряжется. Пойдет, как вообще. Наконец-то Женек напряжется. Ну, такие вот эти фразочки надо откидываться, как будто бы... Ну, есть-есть проблемки в отношениях. Быть настоящим добытчиком. Чтобы заработать необходимую сумму, Жене нужно нарубить 300 килограммов тростника. Выжать сок. 300 килограммов? Могучий случай. Только дел... Я даже не представляю. ...на специальной машине и продать. Интересно, как с этим справится непривыкший к тяжелому труду парень? Нереально. Подхожу к женщине в халате, а у нее в руке такая безумная секира. Ой, сейчас будет у меня мастер-класс, походу. Вот такая палка должна остаться, что ли? Нифига себе, каждую палочку так должна обработать, что ли? То есть, получается, полбеды его собрать и будешь надо очистить. Вот, смотрите! Халоп! Ты чё? Мне надо было отдыхать в этот раз. И не успокоилась, взяла кокос. Работу как... Нет, ты так не успокоишься, если ты взяла кокос. Нет, можешь не вставлять. Это такая себе шутка, да? Гвань, давай еще раз попробуем. Назад-назад сделаем. И не успокоилась, взяла кокос. Работу! Ладно. Ну, сидя с кокосом, она вряд ли успокоится. Ну как, краб? Какой краб? Шутки за 300. Что реально 300 килограмм? Это что-то сделаешь? Смотри, я уже нормальный килограмм нарубил. Давай еще. Что вам пендриваешься? Можешь тише, тише быть там. Ты больше болтаешь, чем делаешь, как обычно. Чего ты тут провоцируешься? Первый раз у земли. Так близко. А я, конечно, работал, но я танцевал. Знаете, это вот Коко Джамбо. Но тростник не рубил, конечно, еще. Я привык к другим нагрузкам, потому что я профессиональный танцор, у меня как бы постоянная нагрузка идет на ноги. Тут давай, брат. Нифига, прям так надо зачищать. Ты-то он реально весь день будет хреначить. Да, на работе руками. У меня уже руки просто забились, как после 50 подходов с гантелями. Ай, блин, я уже устал. Руки в мозолях, но вообще уже перерубил. Давай работай. Жене нужно подорвить. Солнце еще не село. Потом надо будет хлопок еще собирать. Еще делать сок и продавать его. И походу было вообще мне не жалко. Ну медленно делаешь. Вместо того, чтобы как-то подбодрить боевой дух, она берет меня просто топит. Попробуй залезть сюда в эти тростники. Ну что там? Я какая-то в меня нашла ярость лютая, что я начал этот тростник рубить как не себя. Жесть просто. Какое-то задание. Блин, а там вот опасно споткнуться и упасть с животом туда или глазом. Еще и сесть на тростник можно. Работа, конечно, ну реально такая. Не вставляю это. Оставлю до опасности. Боже, что ты делаешь? Ты рубишь маленькие тростники. Они еще не выросли. Ну я уже всю плантацию неправильно отрубил. Надо же рубить большие. Ты что, не понимаешь? Бабуль, вы не предупреждали. Я же не знал то, что можно рубить не все. Вот. И рубил, бывало, даже там вместе с маленьким по три сразу. Думал, что это круто. А-а-а-а! Ты чего орешь? Та какая-то жесткая каракатица была. Такому меня в жизни не готовило. Так, берем соевый соус, палочки и, соответственно, питаемся хорошим белком. Она плохматая. Да ладно, что-то помыл, закинул. Больше всего нас пугает неизвестность. Что ты испугался? Ну она жестко. Беру, когда ядовитая, я сейчас окочурию здесь. Да не думаю. Она точно стопудов ядовитая. Мне кажется, она меня может укусить и это. Вон, смотри, ползет. Это просто гусеница. А-а-а, блин, у меня лопнуло сосуд. Когда я подумал, лопнуло сосуд. Я там, не знаю, у меня было такое, что я и обжигалась, еще и резала пальчики. Да я еще даже внимания не обращал. Зачем эти страхи? Женя, видимо, себе домой мамку позвал, чтобы в комп играть и ждать, когда его позовут покушать. Мне не сейчас, когда я работаю, и мне нужна от него какая-то поддержка. Она не работает, что ли? Как ей дальше работать? Да вон, видишь, все, тут палец. Вот, видишь, это вот я на... У Женечки не боли, а у Мишеньки боли. Нажимаю сюда, и все болит. Я, короче, рубанул, когда ей по тростнику с*** пальцем. Там абсолютно небольшая была мозолька. Это не стоило того, чтобы обращать на это внимание. Мне реально щипало и болело. Вот, но ей казалось, что это полная ночь. Подожди, а тебе же, что продавать надо будет идти? Начинай чистить то, что нарубил. Я понимал, что время уже в обрез. Нужно действовать быстро, нельзя тупить. Вот, какая-то мразь красная укусила меня. Муравейка. Да пошла. Худомуравейку-то большой, огромный. Жесть. Хорошо, что не я рублю тростник. Меня ты как бы вообще помутила. Никакой поддержки, и я не могу ожидать от Тани. Открой мне лучше кокосик, на. А ну давай тебе кокосик открой, что жду. Не надо мне такой кокос. Это уже вообще неадекват. Не люблю такое поведение от него. Я ушла ждать его возле. Поведение обиженного маленького мальчика. Ясно, Евгений? Поработали, так сказать, руками. Чуть-чуть. Грузовика, потому что пора было уже этот тростник загружать и ехать продавать. Че он у меня обработал? Я уже просто в щи уставший. Тань! А? Если ты ходишь, чтобы вы выиграли, это испытание. Иди помогай быстрее. Нет. У нас мало времени. Стоит, ждет, смотрит, как я работаю опять. Уже как можно не помочь? Неужели такой принцип? Что мне не помогало? Ты что, серьезно, что ли? Если мы сейчас не получим ключи, то мы не получим его из-за себя, потому что мы потеряли время. Тут нас подвозят какой-то непоятной металлической штуки с каким-то рулем от большого такого капитанского корабля. Так. А как этим пользоваться? Технически делать тростниковый сок несложно. Да несложно, да. Я даже такой пил в Индии. Не налили в такой стакан, где там осадка была еще, как, знаете, вся моя история болезней и история еще моего деда там. Я такой. Дринг. Дринг, мой френд. Я говорю, не, спасибо. Держи, двойную сумму, не обижайся, я, наверное, пойду. Нужно вставить ветку в эту машину и крутить руль. Ну, я не припомню, чтобы у них были такие очищенные ветки, на самом деле. У него прям так ему был ба-барабан, он крутил их и все. Физически это совсем непросто. Тем более в таком количестве, которое нужно ребятам. Если продаем стакан сока по тысяче, нам нужна сумма 260 тысяч в итоге, значит, нам нужно продать 260 стаканов. Я просто... Я в этой ситуации тебе помогу. Бля. До ночи стоять. Сока народу ходит. Мы же не распределили то, что он делает сок, а я его продаю. Hello, do you want cocktail one thousand? Люди воспринимали это, как будто бы я хочу им что-то впарить. Do you want cocktail from Russia? Do you want cocktail one thousand from Russia? Винитмани, пожалуйста, купите, но все было тщетно. Do you want one thousand? Да не купят они это, блин. Ладно, да, мы так 20-60. Они бабуку и сок пьют каждый день, наверное, у себя дома просто палку жуют с утра. Конечно, не продадим. Действительно, хотела проявить себя как продажника, а тут получается, что это было не так легко в другой стране, ну, с неизвестным продуктом. Коктейль! Фактик, не можешь, что ты продаешь, как будто корову какую-то. Ты, бля, звали ты уже, а? Ты тоже мне бизнесмен. Он даже не может сок продать. Коктейль, for you. Take it. One thousand. It's good? You wanna buy? Money, money. Да нет у него money. Чего просто? Да, у него прям видно, что у него бабки есть, он. Спасибо. Немножечко сушнички как бы его перекрыли. Товарищ. Так попил, что ли? Давай, да. Наверное, этот чувак подумал, что он просто бесплатный. It's free for you, думаешь? Вообще люди вообще офигели. Короче, я не знаю, что нужно делать тут. Можно полу показать. Твое или мое? Не знаю. Продажи не шли. Мы начали уже паниковать. Мы провалили. Все, спим на улице, господа. Спим на улице. И тут какой-то подъезжает к нам чувачок, нам обеде. Говорит, ребята, пить хочу. Продайте коктейль. О, ничего себе, первый покупатель. Russian компот. Oh, thank you so much. Oh, thank you. Oh, my God. О, my God. Тут же дело пошло, клиент за клиентом. It's for you, my friend. Зайчик. I love you. Oh, thank you. Тот же самый чувак просто очки и кепку надел. Thank you. Первые продажи обнадеживают, но до выполнения задания еще далеко, и шанс остаться этой ночью на улице очень велик. Я еще с того, с тех плантаций, руки просто уже ватные. Не могу просто уже начать прокручивать этот тростник. Что случилось? Ты выбрала таз, а я выжимал впустую. Вытекло весь мой труд, который я поражал из четырех. Ну, а у тебя что, головы нет, что ли? Ноги тебя не мокнут, ты не видишь разве, что мимо делаешь? Я испортил пять или шесть этих брендерсников. Ну, ничего страшного. Блин, просто я выжимал, и к коту подход все. Кажется, задание снова под угрозой. Тане и Жене осталось продать всего 10 стаканов. Что? Хотите сказать, они 250 продали стаканов? Да? Ну, хватит ли им оставшегося тростника, или ребята останутся спать в тростниковом поле? This is delicious. This is delicious, really. Delicious. И мы начинаем подсчитывать наши денежки заработанные. Я все-таки надеялась, была уверена, что заработаем, потому что ночевать на улице не хотелось. Господи, да, наконец-то. Было очень приятно получить эту сумму, потому что мы ее сейчас повезем в Азию. Хотела узнать, где вы сегодня ночуете? Здесь. Мы принесли деньги. Вам удалось заработать 260 тысяч риэлей? И один доллар. Сверху. Я очень рада, что вам удалось собрать необходимую сумму. Но это испытание было не про деньги. В смысле, не про деньги? Женя, тебе нужно понять, что даже самая жесткая бизнес-вумен нуждается в заботе, в защите и покровительстве. Это точно. Ты не справился с заданием, Женя. И весь твой труд мы обесцениваем вот так вот. Поэтому спит сегодня в номере, соответственно, только Татьяна. Евгений, ваша асфальт. Ваша асфальт. Вот так я и хотела сказать. Она должна понимать, что такая опция у тебя есть. Сегодняшний день дал мне большой пинок. Очень много поменялось в моей голове. В целом... Такой пинок, что аж до Явлеева долетел. Это испытание... Вы прошли. Ура! Спасибо. Спокойного ночи в отеле. Спасибо, бабушка. В отеле. Отлично, спасибо большое. Мало того, что мы ночуем в номере, у нас еще и ключ. Мы ночуем там с ключом. Поздравляем с первым ключом. После ночи на мягких отельных подушках пару ждет очень жесткое испытание. Первое, что я увидела, это какое-то место первобытных людей. Это все не к добру. А Женя любит, да? Вот я так понял. Вот на испытание, да, два дня ему было мало. Нужно пойти в рубашки, в джинсиках обязательно белые. Отглаженные, как я вижу. Обратите внимание на Таню. Просто футболка белая, ладно, окей. И, ну, не знаю, как это правильно называется. Спортивные штанишки, как леггинсы или как они? Вот. Лосины. Вот. И Евгений. Доброе утро, Таня и Женя. Доброе утро. Доброе. Хотела бы вас обрадовать. Наверное, еще в туфлях, блядь. Там аж значки Мерседеса так посередине на каждой туфле. Но, к сожалению, испытание сегодня будет вновь очень сложное. Далее в программе. Таня примет на себя все, если будет. Не, Женя. Доброе утро. Доброе. Хотела бы вас обрадовать, но, к сожалению, испытание сегодня будет вновь очень сложное. Оно проверит, насколько хорошо вы знаете друг друга. Сегодня я впервые в истории проекта предлагаю выбрать, кто будет отвечать на вопросы о своем любимом человеке. Ого, право выбора, ну это, это, конечно, при... Мне кажется, в таких испытаниях должна отвечать только девушка. Парням просто об стену, горох об стену. Мы ничего не запоминаем, ни даты, ни числа, ни какие, что, когда цвет глаз, я не знаю, цвет волос, там еще что-нибудь. Когда ты сделала маникюр, когда покрасила волосы, когда у тебя трудные дни. Ну ладно, я за всех говорить не буду, за себя. У меня с памятью проблемы вообще было колоссальные. Я не помню то, что вчера было. Ну и как бы, то есть и мои друзья там, да, вот мужики, в основном как бы большее количество, ну точно так же. Вот парни, которые помнят все, там делают какие-то романтические штуки под определенные даты, там что-то еще. Вы демоны, блядь. Вы еще Дайсон подарите, чтобы вообще каноны все разрушить. Ядно, но непонятно, на что мы идем. Походу будет жесть. Это очень большая ответственность. Мы начали с Танюхой так нервно решать, кто будет отвечать на вопрос. Я. Ты хочешь? Да. Ты меня обрекаешь. Чего ты сомневаешься? На вопросы я буду отвечать. А Таня примет на себя все испытания? Да. Пробуем. Молодец. Жертв. Героиней. Хорошо, это ваш выбор. Тогда я прошу тебя пройти, заполнить анкету. Хорошо. Прямо сейчас Таня отвечает на 11 вопросов о себе. Женя нужно будет ответить правильно всего на 6 из них. И тогда пара получит желанный ключ. 6 ответов из 11, это еще по-божески. Я думаю, что это будет легко для меня. Таня сейчас привязана к позорному столбу. Именно так раньше проявляли неуважение. Там потом будут мужики подходить и позорно ее целовать, а мять с иськи по жопе бить. Женя такой, боже, боже. А я так хотел, чтобы подходили и меня трогали. Его выставляли на всеобщее обозрение и высмеивали. Ну я надеюсь, камнем ее в лицо не прилетит. А то вообще реально жестко. И Женя такой, я просто не мог, чтобы мое лицо пострадало. Понимаешь, у меня же танцы. Стало немножечко. Сегодня за каждый твой неправильный ответ к твоей половинке будет проявлено неуважение в абсолютной степени. Женя, отвечай ради бога правильно. Итак, мы начинаем. Первый вопрос. Назови номер телефона Тани. Домой. Не, номер телефона я помню. Та-да-да-дам. Женя, только попробуй неправильно что-то ответить. Я помню последние четыре цифры. Не привык я лишнюю память забивать. Все. Фонами. Это провал. Плюс семь. Угу. Девятьсот тридцать один. Угу. В конце семьдесят восемь, семьдесят семь. А в середине? Четыреста десять. Я принимаю твой ответ. Таня, назови, пожалуйста, свой номер телефона. Может быть, с этого момента он запомнит его навсегда. Плюс семь девятьсот одиннадцать. Семьдесят семь. Я последние помню только. Ой, это не считается равно. А ты знаешь, что происходит с человеком, который привязан к позорному столбу? Ну, что-то не очень хорошее явно. Где-то я такое видел. Там девочка сидела на диване. И сзади десять мужиков. Это что за ребята еще? За угла заходит шайка. Старпинатор. Меров. И я даже представить уже не мог, что сейчас может быть. Мы готовы начинать. Ой, яйцами сейчас как-то может больно прилететь. А что они делают? Только не сильно. Меня дико бесило то, что они с таким удовольствием это еще делали. Смотрите. Вот так вот, парни. Когда не запоминаете номер своей девушки, вот что происходит с ней. Поэтому взяли сейчас телефончик и запомнили. Потому что мало ли вы можете оказаться на их месте. Это было просто ужасно. Это реально было опасно. Стоп. Ай. Руки. Я хорошо хоть не в лицо. Лучше бы я пошел вместо тебя. Я тебе говорила, что... Ну, а ты, блядь, дебил. Не мог додуматься? Не могу понимать. Испытание принимает, она все на себе. Да, я все понимаю. Я понимаю груз ответственности. Ростка. Не кидайте сильно, братаны. Я не знаю, понимали меня или нет. Мне тоже... Не братан, ты мне понял. Человеком жить еще. Номер надо было учить. Итак, я задаю второй вопрос. Я такая просто... Такая про себя молилась, чтобы... Женечка, Женечка, давай, пожалуйста, ты сможешь? Тебе сейчас нужно сказать название любимой книги Тани. Билли Миллиган, Сплит. Я принимаю твой ответ. Мы очень много говорили об этой книге. И какой восторг она испытала от нее. Таня, это правильный ответ? Да. Билли Миллиган, Дэниел Кис. Фуууу. А теперь в него надо кидать. Молодец. Овации. Да, у Тани связаны руки, поэтому похлопай себе сам. Все правильно. Я вошел в кураж. А, я понял, почему не хотел. Он же в рубашечке. Поэтому я хотел пачкать свою рубашечку. Начнутся правильные ответы. Третий вопрос. Чего Таня никогда в жизни тебе не простит? Я была 100% уверена, что... Сейчас банальный ответ, мне кажется, измену. Скажет и все. Он знает ответ на этот вопрос. Господи, сколько всего можно сказать? Что мы выбрать-то? Предательство. Измену и предательство. Ну, это одно и то же по факту. Я думаю, что если бы у Тани сейчас были свободные руки, она бы тебе аплодировала. Фух, у меня слезы пошли отчасти. Для меня измена – это табу. Я вообще сторонник того, что в отношениях нужно быть предельно честным. Ребята, стоите на месте. Понимаете? Я буду отвечать только правильно. Все остальные вопросы я угадаю точно. Женя, назови дату начала ваших отношений. Не стань. Такие даты, они в принципе запоминаются. От лица всех мужчин, девушки. Простите. Простите, пожалуйста. Не запоминаются. Ну, не у всех укладывается. Я уже внутренне такая сделала. Есть, потому что знала, что это тоже мы ответим правильно. Но ты помнишь, прикольный... Просто мне, как человеку, который умеет отмазываться от всего, не нужны какие-то цифры в моей голове, чтобы признаваться каждый раз своей любви. Чтобы делать какие-то подарки достаточно обычного дня. Просто утром проснулся, увидел, как первый луч из солнца светит тебе на твое красивое лицо. И пока ты спишь, я иду просто собирать первые весенние цветы, отмываю их от грязи, обрезаю, мотаю в крафтовую бумагу. И в тот момент, когда ты открываешь первую секунду глаза, я тут, как тут, со свежими цветами и красивым-красивым, то есть исходящим запахом от них перед тобой. Соответственно, так у меня, если честно, через день, через два, наверное, то есть, ну, в кафе я всегда двигаю стульчик, в машине я всегда открываю дверь. Короче говоря, поэтому мы вот такие. Мужчины, которые не запоминают даты, он для нас каждый день с тобой самый лучший. В каких обстоятельствах вы начали встречаться? Да, да, это я помню. Это был ночной клуб, она заметила меня, завязался разговор, и после этого мы договорились о встрече. Тебе осталось только вспомнить, какого числа это было. Так, так, пятница, пятница, суббота. А год? Сейчас. А, он только наступил, получается, двадцать этими годами. Я начинаю понимать и нервничать, что что-то пойдет, может... Ну, что, ты не помнишь, сколько лет примерно в отношениях? Не так. Мне кажется, я в этот момент посидела на пару седых волос. Это был 2017 год, 2 января. Таня, это правильный ответ? Да, это правильный, с трудом родили. Я боженька. Так, а не... Слово сложное, это год был. Женя, пожалуйста, встань в тень, ты сейчас такое наговоришь. Извини, но я самое главное, что тебя спас от обстрела. Ты молодец, Женя. Итак, я задаю пятый вопрос. Кого Таня считает примером идеального мужчины? Ну, тоже, мне кажется, банально, что-нибудь папа, дядя, дедушка. Ну, не будет сосед, наверное. Ну, если это какой-то актер, тот уже прям, ну... Или политик. Ну, это такое уже. Я, Женя, об этом неоднократно говорила. Я уверена была, что ответит. Венфорд Миллер. Ты знаешь, что это? Это актер. Посмотрелись. Окей, ладно. Стериал вместе, и она восторгалась его поступками. Я принимаю твой ответ. А, то есть выдуманный персонаж, да? То есть даже как бы... То есть Серкан Булат остается идеальным по-прежнему. Просто выдуманный человек, идеальный мужчина, которого не существует. Да, учитываем. К сожалению, он неправильный. Кто же? Кто это мог быть? Мне даже интересно, кто? Джарат Лето? Я, что ли? Мухаммед Саллах, блядь. Тек Тинькофф. Да, это Олег Тинькофф. Господи. Могли бы сказать и ради Тинькофф, как бы, там, недалеко. Почему ты написала его? Это человек, который умеет добиваться своего. Он отвечает за свои слова. И когда он говорит, всем... Не, ну, логично. Логично, как бы, для нее. Она же, как бы, бизнес-вумен у нас. И, то есть, для бизнеса, как бы, сообщества, он является, как бы, большим примером. Хотя они могли это не обсуждать, я думаю. Молчат. Не сильно, пацаны, пожалуйста. Окей? Окей. Оно жестко летит. Больно. Прям в рот сейчас арбузик, бах. Я задаю следующий вопрос. Назови мне ее любимую позу в сексе. Настолько любимых. Богатая сексуальная жизнь, да? Не жалуемся. Довольно-таки быстро я принял это решение, но сомнения были. Когда она лежит на животе, немножко приподнемся. И спит. Ты уже все ответил, дальше не надо рассказывать. И это правильный ответ. Солнышко, я старался. Если еще на два вопроса ты ответишь, Женя, правильно, то вы пройдете испытание и получите ключ. Окей. Итак, Женя, что Таню в тебе не устраивает больше всего? Секс! Либо лень, либо целеустремленность. Не устраивает целеустремленность? Ну нет, то что нету целеустремленности. Я тупо не знал, что из этого выбрать. Таню много что разоражает во мне, и я реально не мог определиться, что именно. Лень, 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 лень. Ее больше всего разоражает во мне. Я принимаю твой ответ. Я процитирую Таню. Ее очень не устраивает, что ты свинячишь в быту. Он сидит за компьютерным столом, и вокруг него такая гора всяких... Что-то я не понимаю, что ее не устраивает. Потому что не понимает всего кайфа. Торток, всяких пролитых чаев, пролитых каких-то молочных коктейлей, всего подряд. Ну, изоление. Мне кажется, что это правильный ответ. Это должно быть было точно правильный ответ. Точно пятый правильный. Я не засчитываю твой ответ. Я поспорил бы. Со мной не спорят. С каждым разом это было все сложнее. Вот эти вот большие полуарбузи попадали в меня, и было больно, неприятно. Тебе везет сегодня, девочка моя. В смысле везет? Я только что по голове залетели, до этого по ногам. Что, прикалываешься? Мне даже много попадают. Все равно, даже то, что попадает, это очень больно, пи-кинь, арбузом. Следующий вопрос. Какой у Тани самый большой комплекс? Опять такой вопрос. Почувствовала, что началась какая-то череда провалов. Думай, Женя, думай. Целлюлит. Не, Евген, я думаю, что-то там именно не внешнее. Я думаю, это какое-то такое больше в голове. Ну, блин, мне было обидно. Вот тут я уже начала злиться. Это был окончательный ответ? Вообще ты не знаешь свою девушку. Хорошо. Я принимаю твой ответ. Но хочу, чтобы правильный ответ сказала Таня. Жень, комплексов нет. Ты же знаешь. Блин. Даже еще лучше, я бы сказал. Ну, как бы просто по ней, как бы, ну, легко читается, что внешне у нее особых проблем, как бы, нет. Ну, или она не проявится, либо она, ну, не скажет об этом. А вот так вот. Что-то вот возможно, вот именно вот, типа, с материальной, возможно, связано что-то в голове, там, так далее, там. То есть, да, я там комплексую, что я в 25 до сих пор не стал, там, миллионером. Или то, что у меня нету, там, какого-то бизнеса, который приносит такой доход. То есть, вот ее вот это больше беспокоит. И по ней это считывается прям. И то есть, то, что он какие-то вещи несет, это вообще, бред, бред полный. Как так-то? Я вообще удивлен на самом деле. Я думаю, что Таня тебя убьет после этого. Запомни, Женя, девушки никогда не храпят, и у них нет целлюлита. Потому что мы все идеальные, и мы принцессы. Да, Таня? Да. Спасибо, Айзия, поддержала меня так по-женски. Зато мы храпим и пердим. И целлюлита у нас тоже нет. Ки. Блин, мне так стало вообще жутко и больно на нее смотреться. Ни хер было, блядь, я надо заниматься. Я пропитывал боль через ее тело в себя. А-а-а. У вас четыре правильных и четыре неправильных ответа. У тебя есть шанс? Угу. Еще три вопроса. Блин, это уже невыносимо. Я не могу давать неправильные ответы. Назови заветную мечту Тани. Я знаю, сразу. Смотрите, д**ь, что я... У вас четыре правильных и четыре неправильных ответа. У тебя есть шанс выиграть ключ. Блин, это уже невыносимо. Я не могу давать неправильный ответ. Назови заветную мечту Тани. Я знаю, сразу. Железная дорога. Парисписок в Форбис. Ну, что это значит? Она хочет быть миллиардером, миллионером, известным бизнесменом. Я принимаю твой ответ. Вы часто говорите о мечтах друг друга. Таня любит помечтать, построить планы на будущее. Поэтому я сто пудов уверен в своем ответе. Таня. Да. Я поздравляю тебя. Итак, десятый вопрос. Вот сейчас флюиды пускай, хорошие. Угу. Если ты на него ответишь правильно, вы выиграете. Хороший флюид. Это испытание. Ты танцор, да? Да. А Таня любит танцевать с тобой? Конечно. Тогда я думала, для тебя этот вопрос будет очень легким. Ага. Назови любимый танец Тани. Ха-ха. Это Вок. Чего? Это не твой любимый танец? Точно Танин? Точно Танин. Ей очень нравилось. Типа так эпатажно. Она такая манерная у меня очень девочка. И ей прям уже идет этот танец. Можно, если правильно, ребята поаплодируют? Можно. Если бы ты ответил правильно... А можно, если он неправильный? Все будут целиться ей в голову. Они бы обязательно тебе аплодировали. Но любимый танец Тани – это посадобль. Бьем точно в голову, ребята. Да целимся. У меня просто облака брушились на меня. Вот так вот бамс. Я промолчу просто. Я прям обожаю этот танец. Когда я слышу эту мелодию, я сразу встаю, начинаю танцевать. Ну, Таня. Ну, я лично не знаю. Для меня лучший танец, как сиртаки, больше другого не существует. Сел ее так. Раз, два. Под сиртаки пошел, 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 пошел. И разгоняешься. И настроение пошло. И день начался. Ну, красота просто. Включите сиртаки, покайфуйте. На самом деле. Это как мантры для хорошего сна. Как мантры для потрясающего утра. Как мантры для еды. То есть, даже качаться можно и заниматься сексом под сиртаки. О, если это произойдет, то мой тиздец. Я в шоке, конечно. Я хочу записаться на Vogue. Хочу пойти на Vogue. Vogue такой крутой танец. Давай потанцую в Vogue. Ключи музыку, посмотри, как я воглю. В итоге посадобль. Вот это наполнение, состояние, тореодоль, которое пропускает. А-а-а. Я просто был в шоке, честно. О-у-у. А, яйца пошли. Этими овощами. Яйца на грудь, конечно, это больновато. Я задаю последний вопрос. Я понимала, что мы на грани провала испытания. Если ты на него отвечаешь правильно, то вы получаете ключ. Если нет, то вы проигрываете. Я понял. И все, что осталось в корзине, полетит в Таню. И мне нужен один правильный ответ. Все зависит от меня. Чем Таня любит больше всего заниматься в свободное время? Она любит покурить кальян. Она любит сходить к друзьям. Не надо все перечислять. Нужно подумать и ответить правильно. Она любит со мной в кино сходить. Она любит играть в мафию со своими друзьями. Четыре варианта точно. Она уже плачет. Стопудово ее любимая. Давай мы определимся. Вариантов много очень. И выберем один. У меня просто семь потов сошло. Я уже... Если я неправильно отвечаю, нету ключа, ее обкидывают. Танюх, извини. У меня начали наворачиваться слезы. Потому что я понимала, что мы проигрываем. Давай, к чему ты склоняешься больше? Женя, пожалуйста. Она любит ходить со мной в гости к нашим друзьям. Это мой ответ. Я его принимаю. И все. Я замолчал и начал молиться. Любящая женщина предпочитает проводить время свободное. Только с любимым мужчиной. И это правильный ответ. Ааа, это правильный. Боже мой. Ну, мне кажется, натянули. И на самом деле ответ сейчас правильный. Можно было докопаться. Ну ладно, пожалели девчонку. Ну хорошо. Господи, я как будто спас мир от какого-то апокалипсиса. Ты себя спас. Дома тебя убили бы, мне кажется. Я с тобой же, конечно, больше времени люблю проводить. И, может быть, сейчас ты это наконец-то поймешь. Слава богам. Очень нервно это все. Развяжите меня. Ну что, на этом ваше испытание закончилось. Ты можешь развязать уже свою женщину-то. Блин, я родниру нечилась вообще. Вы на грани. С этим Тиньковым, с этим богом, блин. Сейчас я привязанный к дереву. У него фантазии немножко зашкалили. Он такой, давно не было что-то такого интересного. Давай поиграем, зай. Типа ты униженная женщина, привязанная к дереву. Тебя обкидывают, и я пользуюсь возможностью. Таким образом я спасаю тебя и себя. Да. Нормальный кинцо. Такой приятный момент был. Один из самых приятных, наверное, моментов в моей жизни. Любить это значит уважать. Это значит ценить. Это значит всегда думать о своем любимом человеке. И знать его. И я... Как будто Гуф ей слова написал сейчас. Ага. Очень хочу, чтобы в вашей жизни никогда не появлялся такой столб неуважения. Я полностью уверен, что такого столба неуважения в нашей семье не будет никогда. Женя. В вашей семье тоже не будет никогда. Ты знаешь, Таня. Как оказалось, да? Да. И поэтому этот ключ точно ваш. И у нас уже два ключа. Мы готовы рвать и метать дальше. Я с энтузиазмом приступлю к четвертому испытанию. Боевой настрой Тани радует. Но не изменится ли он, когда Айза объявит новое задание? Когда люди влюблены, они чувствуют друг друга сердцем. Они понимают друг друга с полузгляда, без слов. Напряглась, потому что с полузлова мы с Женей друг друга как раз таки не понимаем. Поэтому я решила вам устроить простое, но в то же время очень сложное испытание. Шахматы. Я вначале предположила, что у меня что-нибудь такое типа квеста. Вы любите готовить? В нашей паре в основном готовлю я, но не как в основном. Всегда готовлю я. И я люблю готовить. Да, конечно. Ну, я умею. Что такое говоришь? Ты что, передайзи выпендриваешься? Я не понимаю. Ты же за два с половиной года только сырный суп приготовил. Вам нужно будет сегодня приготовить национальное кмерзкое блюдо Амок. Суп такой. Суп, я понимаю. Это рецепт. Угу. Но. Ааа. Готовить вы будете по очереди. И рецепт будет знать только тот, кто в этот момент не стоит у плиты. Рецепт готовящему партнер будет передавать только жестами. Без слов. Офигенное задание, я считаю, для меня. Вообще идеально. Потому что, ну, если кто-то слабее готовит, я бы отправил этого пить волока первым. Потому что там заготовочки, нарезочки, что-то плиту включить, подготовить. А второго человека уже, соответственно, как бы, да, на добивание вкусов по рецепторам. Тук-тук-тук-тук все приготовили. Отлично. Командная работа. Радик шарит за все. Ну, по крайней мере, вы***ться неплохо. Уже начала немножечко сомневаться в успехе этого испытания, потому что, зная, как Женя показывает, чревато провалом. Читаю первый пункт, и там где-то около пяти или шести ингредиентов, и четыре из них я вообще не знаю. А, нужно показывать еще? Нет, да, да, это вообще сложно. Я понимаю, что это рез, ну что резать, там куча овощей, и я вот это, вот это, вот это, вот это, он все не то, не то, еще больше раздражается. Да все, Анна. Ты нормально, показывай. Да-да-да-да-да-да-да-да. Резать. Да-да-да. Показывай, ты-ды-ды, ты-ды-ды, вот его, знаешь, как заклинило, он этот барабанщик, у которого батарейка села. Я его не понимаю. Что-то они даже далеко друг от друга. Ты видишь что-нибудь или нет? Я показываю, вот это, оно. Да. Я бы в жизни это не показал. Голангала. Господи, наконец-то. И методом тыка этих овощей, я поняла, что мне нужно начать нарезать. Очищать надо? Та-та-та-та-та-та-та. Мелко нарубить. Красный перец готов. Давай дальше. Что-то маленькое, узенькое. Бля, так тяжело. Я придумал такой знак, это вот такой вот бинокль, значит, что нужно поискать на столе. Есть чеснок. А он, да? Мелко нарубить, я поняла. Что? Быстрее, быстрее. Давай, все, сейчас. Медленно нарезал, так прям, тук, тук. Ну, как умеет, блядь. Брать что-то из этого. Биль. Там написано сколько, немножко, наверное. Та-та-та-та-та. Да, блядь, сначала ингредиенты подскажи, ты дурачок, а потом скажи, что это надо разрубить, а потом растолочь. В чем проблема? Что нарубить? Сколько не написано? Чуть-чуть, да? Ам. На глаз. На глаз, блин. Посолить. Амин, так, поперчить, посолить. Я говорю, на глаз, блин. Одно глазное яблоко должно быть имбиря. Нарублено. Я решил добавить звуковых эффектов. Не видит, может быть, услышит. А, 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 а. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. А, а. А. Кокос? Ммм. Женя, я не понимаю. Ты показываешь хреново, если честно. Я сказал, что я показываю, все очень четко и доступно. Вовремя я сказал. Давай, не птихуй, нормально объясни, смотри. Глядя, ну что, какой-то попушечный, нет? Есть перец, нет? Ну? Что ну, что ты орешь? Есть лавровый лист? Вот, наконец! Оказалось, что это лавровый лист. Он не мог нормально показать лавровый лист. Все перечислить, одно оставить. Мерри. Вышарать я вообще уйду. Я тебе сказала. Я не рассказывал только, что как это делать. Если ты будешь лорать, я просто сейчас сразу уйду, и ключ сразу нет. Ты меня понял? Осадили маленького, да? Сиди. Четвертое испытание подряд. Я просто была готова проиграть испытание автоматом. Я офигел и думал, почему так просто она сдается. Мы же как бы только начали, неужели я уже так ее выбесил? Давай дальше. Все вместе собираем. Вот это все. А, и вот здесь вот мы это мельчим. В этой хернике, да? Что, давай. И раз из пятого только поняла, что все, что я нарезала, нужно кинуть в эту ступу и растолочь. Мне казалось, что я нормальный паскальщик, что все четко показываю. А? Так. Шик-шик. А? Какую-то емкость высыпать. Еще больше. Не понимаю. И-и-и. Всем весом давить, да? Ожесточенно давить. И тут он начинает показывать, что это странное. Я не понимаю. Показывает на попу. Он хочет в туалет, и он мне пытается поделиться информацией. Но как это относится? Мне кажется, он у него крыша поехал уже. Что-то не то. Мы смотрим. К рецепту. Нужно мелко-мелко растолочь до пасты. Чтобы была такая прям жижица. М-м-м. Или... Ты мне сейчас что, показывал твердый или жидкий стул? А как еще? Показал самый доступный вариант. Маленький, я представляю, что это ты. Пора меняться местами. Таня успевает выполнить свою часть готовки. Но сможет ли Женя разгадать рецепт вовремя? Мы сейчас начнем. Посмотрим, как ты будешь справляться, и как у тебя будет получаться. Маленький, я представляю, что это ты. Справляться, и как у тебя будет получаться. На сковороду все это? Так, обжарить морковь на сковороде, сделать, пожарить рыбу, все смешать и тушить 10 минут. В качестве гарнира подать рис. И я наконец-то вышла, и все стало нормально. Человеку стало все понятно. Потому что я показываю все доступно. Видишь, видишь, какой я умненький, а? Как мы только поменялись местами, сразу процесс пошел в два раза быстрее. Боже мой. На рыбу! Маленько, конечно, это не я круто все воспринимаю. А то, что я хорошо показываю, это как бы так себе? Я не считала, что это не потому, что я так хорошо показываю, а потому, что он так хорошо... Пипец, нет, как он вообще людям преподает, ну, танцем там, ну, вообще отрицает любое качество команды, то есть, ну, она реально пока молодец. Вот еще в таких шоу очень часто показываются именно мужиков, типа, чаще всего, мне кажется, ну, очень странными. По факту они себя так и ведут. Мает. Да, 10 минут. Такой, смотрю на стол, где таймер, где часы. Ну, как определить время, сколько прошло? Надо сесть по солнцу. Я сделал импровизированные солнечные часы. Все, смотрим. По солнцу жарится. Ты чувствуешь, какой Робинзон Круза, а? Я бы не пропал. Да. Так, прошло 2 минуты по моим часам. Это просто было гениально, и ждал от Дани, чтобы она сказала, зайка, ты молодец, супер, как ты до этого догадался? Но, к сожалению, я ничего не услышал. Опять он подтверждает тот момент, что его нужно все время хвалить. Всегда нужно говорить, какой он молодец. Не знаю, в жопу зацеловали тебя в детстве, что ли, я не могу понять. Всегда нужно какое-то подтверждение того, что ты мужчина. Что ты ужасно. Это неплохо, в плане того, что нормально, когда тебя поддерживают. Но он прям выпрашивает. Уже неприятно даже смотреть. Но ты бы так догадалась, нет? Женя, мне не надо догадываться. Я знаю примерно, сколько чего. Раз так начинаешь, давай, побаттлимся немножко. И я уже тоже начинаю говорить и всякие гадости. Маленько, у тебя хорошее чувство времени, поэтому ты везде просыпаешь. Мне это стало так обидно. На самом деле. Танюшка, ладно. Зачем ты это говоришь? Ладно, все, погнали, давай дальше. Ну ты пиздц. Получается, что я во всем виноват опять, да? Я уже была настолько наколена, что я хотела его специально задеть и обидеть. Маленько, давай еще поговори. Ну, если кто-то смотрел сердце в Леевой, то она долго копила свою месть, видимо. И прям выдала так выдала. Очень вовремя. Да я очень тебе разочаровалась, если честно, Женя. Я так понял, что это уже какая-то женская истерика. Выяснение отношений затянулось, и ребята рискуют не успеть приготовить суп. Айза и шеф-повар, который оценит его, уже готовы к дегустации. А ты собираешься как-то извиняться за то, что ты мне сказал? За что? Нет. В этот момент я реально задумалась, стоит ли мне быть в отношениях с таким человеком, который так себя ведет и не признает своих ошибок. Я понял, я был неправ. Хорошо, Танюш? Просто не понял, за что я должен извиняться, но извинился. Извини, пожалуйста. Ну, это неискреннее сейчас. Тупое извинение. Лучше, чтобы не извинялся бы сказал. Ну, объясни мне, я не понимаю. Поговорите об этом. Что, проблемам, блядь, взять и поговорить об этом? Кушай, кушай, кушай. Дело пахнет жареным. Танюш, давай ты меня сейчас простишь. Извинение в кредит, блядь. Мы как бы помиримся и сделаем хороший супчик, хорошо? Я зря начал выносить ссоры с избы. Да, ты это понял? Да. В итоге Женя изменился и надеюсь, что это было искренне, а не только ради того, чтобы выиграть задание. И тут как будто по щелчку у нас Танюха получился какой-то нереальный коннект. Все. Ого. Слушай, прикольно получилось. Ну, здорово, неплохо, чисто взятов на дегустацию. И по дороге я молился, чтобы Айзе это понравилось. Ребята уложились в отведенные 30 минут. Но как оценит их работу Айза? И отдаст ли им желанный ключ? Как вы считаете, у вас получилось блюдо? Да. Да. Позвольте вам представить, это шеф-повар прибрежного ресторана, которого зовут Вот Она. Вот она. Вот она и пришла к тебе. Диарея. Прежде чем мы приступим к дегустации, я хочу спросить, легко ли вам удавалось понимать друг друга? Вначале очень сложно было донести что-то. Он непонятно показывает. Когда я стала показывать, все было понятно. Ребят, смотрите. Взаимопонимание для пар – это очень важно. Без этого очень трудно построить счастливую семью. Вместо того, чтобы начали готовить, вы начали ссориться, предъявлять друг другу претензии. Короче, все. Я думаю, все, кранты. Интересный момент, да, когда у человека, в принципе, отношения тоже на публику. И не все самоотношения, как бы все прямо такие офигенные. И человек в этом говорит какие-то советы. Это как написать книгу про воспитание детей, да, а потом умереть в доме престарелых. Ну, во второй части испытания вы, конечно, постарались наладить коннект, но получилось ли спать? Или как быть счастливым, да, и застрелиться. Пасти ваш амок. Мы сейчас проверим. С Богом. Или как накачаться и жрать каждый день сладкие бургеры. Этот повар берет ложку, уже подносит к своему рту. Или я больше не буду накидывать. Вот она. Хуйня. Свет. Господи, 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 пожалуйста, просто пусть ему понравится. Чнянь ад? Да, это полный ад. Говорит, что какой-то... Чуть несешь. Это не похоже на амок. Ужасный вкус. Не советую его вам пробовать. Ну что, ребята, а амок у вас не получился. Я такая понимаю, и суп не удался. Это, получается, четвертый ключ, и он не наш. Хорошо, что испытание было не в том, чтобы приготовить этот суп вкусным. Я же понимаю, что никто из вас не повар. Ну, и требовать от вас идеального вкуса, это нелепо. Но, как кажется мне, с взаимопониманием у вас тоже не очень получилось. Я реально понял во время испытания, что мы выросли за это испытание. Мы могли провалить задание. Да ты что, вырос? Но командный дух и командные действия все-таки у нас появились. Но что касается плеча, я долго думала, давать вам его или нет. И решила, что сегодня он все-таки будет ваш. Повар такой, за такое говно ключ им дать. Наказать надо. После четырех испытаний у пары три ключа. Но впереди их ждет самая сложная проверка, которая может навсегда изменить их отношения. Опасность этого испытания в том, что в конце каждого из вас может ждать разочарование в любимом человеке. Опа-наааа. А что будут показывать? А, или интервью будут брать друг от друга. Это куда страшнее любого рискованного задания. Обстановка необычная. То есть, в таком формате испытания мы еще не проходили. Итак, мы начинаем испытания на честность. Я не доверяю никому на сто процентов. И я насторожилась. Немножко занервничаю. А-а-а! Все, подпольное свидание. Все точно, точно, точно. Начал вспоминать, что-то как, где у меня там могло бы случиться. Женя, насколько я помню, вы достаточно много времени проводите порознь. Да, довольно-таки много. Ты не боишься, что когда тебя нет рядом, Таня может понравиться какому-нибудь другому мужчине, молодому, красивому? Нет, я в себе полностью уверен. А как ты думаешь, ее в принципе, кроме тебя, может еще кто-нибудь заинтересовать? Нет, точно нет. Просто я уверен и все, чем я. А вдруг она не найдет лучше, чем я? Не хочется мне тебя разочаровывать, но твоя девушка нравится мужчинам. Таня сразу задергалась, глаза забегали. Для меня это тоже было напряженным каким-то сигналом. Красивая машина. Красивый мужчина красиво к девушке подошел. Может быть, того самого, а? Кофейкой и ба-ба-бахнем. Отличная задница, между прочим, брюнеточка. Как и девушка. Как по мне, это был просто пикаперский дешманский подкат. Может быть, подкат и так себе, но парень настойчивый. И я подумала, почему бы нет, просто поговорим, пообщаемся. Ну вот, на самом деле, такое косячное. Хотя, ну если быть объективным, ну такое может быть в жизни. И мужики, конечно же, там начнут такой... Сердце биться, психоз в голове, красные глаза. Если твоя девушка за себя постоять не может, в принципе, да, в обычной жизни, в постоянной, то, как бы, ты же за ней не будешь, ну, как бы, хвостом ходить, ее от всего охранять. Такие типы, это стандартная история. То есть, если твоя девушка красивая, к ней, конечно же, будут подходить, говорить комплименты. И, ну, это нормально. Как бы, просто твоя девушка, соответственно, дает позицию, то, что, как бы, она не одна, у нее есть молодой человек. Ну, как бы, а там такие шутки сразу, молодой человек не стена подвинется. Херня, короче. Это просто... Сейчас, если они пообщаются, поговорят, она его, как бы, заобьюзит маленечко, за токсики, так полагается. И он просто сам по себе уйдет и возьмет и расскажет себе об этом. Скажет, вот, какой дебил докопался, сел, уходил, посидел. И не надо ей капать на мозге о том, что, как ты могла, надо было сразу его слить, еще что-то такое. Ну, не могла, значит. Бывает такое, блядь, ну, бывает прям реально, люди докапываются до тебя. Я даже представить не могла, что это агент. Мне стало дико не по себе, и я не хотела, чтобы это показывали. Это не расставала, кстати, вот эта история. Ну, вот, если бы так вот, ноут закрыли бы, уже в жбан можно получить, на самом деле. Даже от девушки это будет неплохо. Не знаю, мне кажется, мелочь. Тогда почему ты это скрывала? Да, вот она должна была об этом сказать обязательно. Вот я считаю, что она должна была об этом сказать, что вот был чел, докопался, сидел, со мной разговаривал. Вторая попытка. Фига, такой наглый чувак. Он подошел к ней и прям вот так вот закрыл рукой ноутбук. Что за хам вообще? Я не понял, что за чувак такой. Женя, мне кажется, я в твоих глазах сейчас увидела испуг. Ну да, конечно. Она никогда не давала повод для ревности до этого. Так она пока не дает повода. Что ты начинаешь? Этого дня. Можно дальше смотреть, что нам интересно? Отключайте быстрее уже. У вас встреча? Да, меня ждут человека. И я тоже. Предлагаю подождать месяц. Да, блин, Таня точно не может согласиться с этим парнем и пить кофе. Первый, меня зовут Андрей. Очень приятно. Взаимно вас. Таня. Очень приятно, ты сказал. Очень приятно. Это такая фраза, которую... Формулировка, если честно. Сейчас до слов докапываться. Ну я не знаю, скорее всего, со мной здесь многие не согласятся. В этом плане. Просто я, ну, типа, я ревнивый до адекватности. Я понимаю, что в жизни ничего как и происходит и так далее. Понимаю конфликты. Понимаю провокации. Типа, во многих вещах, как бы, да. Ну, типа, я считаю, что я разбираюсь, с учетом опыта по своей жизни. И стараюсь не поддаваться эмоциям. Потому что, ну, если все время поддаваться эмоциям, ну, нервы у нас только одни. Живем один раз. И потом уже, не знаю, к 40 годам. Че, мне с ума сойти. И на каждого брызгать слюной. Нахера мне это надо? У меня потрясающая семья. Лучше буду тратить время, нервы на свою семью. Заботиться о них, там, еще что-то такое. Если, ну, не знаю, типа, данный чел, как бы, проявит себя максимально. Она себя тоже как-то, ну, вот так. Ну, значит, не пара они. Что можно сделать? Все это видно, что они не пара уже в итоге стали. Говорят, при знакомстве. Неужели ей было приятно с ним познакомиться? Я в шоке. Ты с ним дальше сидел, потому что он такой настойчивый. Мне бесило то, что она не давала ему отпуск. Просто, ну, я по себе могу сказать. Просто, типа, открыл тему, если. У меня тоже такое было, что я сидел, там, общался с девочками. Соответственно, там, да, в общей компании, что-то еще. Потом где-то пересекались. Я не говорил об этом. Ну, вот как-то вот, ну, не говорил, да. И как-то я думал, типа, ну, и нахрена, типа, чего там плохого, там, ну, типа, это, типа, не значит ничего. Соответственно, потом эта, как бы, информация, да, стала явью. И, ну, то есть, это без скандалов было, соответственно, мне говорили. А почему ты не сказал, типа, что, там, то есть, ну, ты ее знаешь, да, ты с ней общался, там, так далее. Да я подумал, что это, ну, как бы, ничего не значит. Просто один раз увиделись, как бы, и все, ничего, ну, все, больше до свидания. И человеку было неприятно. Он говорил, ну, как бы, мне бы хотелось это знать, чтобы вот не было вот такого, типа, у меня сейчас удивления. Я понимаю, что пусть это будет тебе казаться мелочью и неважной ситуацией о том, что, как бы, этого больше не произойдет. Может произойти. Лучше рассказать. Быть открытым в данном случае. Почему бы и нет, как бы. Ты ничего от этого не потеряешь, сто процентов. Орд, наоборот, маленькую дверьку приоткрыла, чтобы дальше продолжалось общение. Ну, не грубила, как минимум, потому что человек интеллигентный подошел. Ну, да, да. И тебе это понравилось, я так понял. Ой, блядь. Я люблю уверенных и настойчивых мужчин. Своей настойчивостью он меня и заинтересовал. Можно дальше уже, хочу посмотреть? Можно. Я еще и десертик предлагаю. Ну, что-то у вас десертик-то есть, если ты рассказываешь. Вы даже не знаете, какие десертик. Нет, ну, я уверен, что у них все еще есть. И сего это не было? Ну, кстати, да. Да? Давай пообщаемся, что? Ты клевый чувак, что нет? Моя девушка не должна так себя вести. Давайте дальше уже не могу смотреть. Женя. Я ничего не буду. Женя. Кстати, куплено, спасибо. Не, 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 не. Что занимаетесь? Работаю украдительными сетей игроков. У тебя юмор такой хороший? Редкость вообще. Да, конечно. Серьезно. То есть я знаю. А еще у меня скромность. Я очень скромный. Чтобы она общалась с кокетством со мной, я давно такого не видел. Но с этим парнем у нее совсем все по-другому. У нее, блин, горящие глаза, кокетство. Ей нравились его шутки. То есть как бы была прям какая-то идиллия. Ну, любой девушке приятно внимание и флирту полезнее, как ей. Ну, тут такое уже, если честно, она немножко перегибает. Переходит здесь формата уже такого просто общения в юмористическое общение. Уже какие-то вибрации уже чуть не те. Что может? Концовка видео покажет, что и как. И уже будет понятно, насколько это было реально, типа, мини-общение. Просто чтобы было ради общения. И сказала, и мы с тобой тоже на эти темы философствовали, если ты помнишь. Говорят, секс тоже полезен для здоровья. Со мной я давно такого не видел. Но с этим парнем у нее совсем все по-другому. У нее, блин, горящие глаза, кокетство. Ей нравились его шутки. То есть как бы была прям какая-то идиллия. Ну, любой девушке приятно внимание и флирт, он полезен для здоровья, как я и сказала. И мы с тобой тоже на эти темы философствовали, если ты помнишь. Говорят, секс тоже полезен для здоровья. Что еще она от меня скрывает? Женя, а как ты думаешь, Таня, хватает твоего внимания? Чересчур хватает твоего внимания, когда у меня дома. Знаешь, мы на детекторе спросили у Тани, хватает ли ей твоего внимания. Сто процентов нет. И мне кажется, ее ответ от твоего слегка отличается. Перед поездкой Таня и Женя прошли тест на детекторе лжи. Пора открыть все секреты. Вы принимаете ухаживание других мужчин, потому что вам не хватает внимания от Жени. Да. И это правда. как-то не хватает если я на ты на борт меня тоже иди отсюда внимание знаешь нет до этого мы все время вместе проводим время вместе там по прозе но если свободно есть время то обязательно вместе такого что прийти там порезвиться со мной там не знаю попрыгать поприкалываться а внимание какого-то мужского понимаешь я считаю что это не даю много внимания и даже не понимаю что и не устраивает те же самые цветы и восторжение внешностью какие-то такие комплименты само собой я лучше не знаю колбасы не надо конечно проблематично мужикам вот мужикам нам на самом деле сложно типа ну мы восторгаемся в принципе но внешностью своих женщин но в какой-то момент и даже по себе этот вайп чувствую что ну ты же знаешь что твоя женщина красивая и такое ну типа это же само собой ну типа я вижу да и я адекватный человек об этом говорить каждый день как бы ну не то что зачем просто забываешь наверное вот а девушкам оказывается это прям надо ну надо надо вот они этого ну то что ждут хотят что ли да конечно же такая штука что вроде кажется что типа все ок в другого человека в голове вообще все не мог и кусок куплю или там икры и надо того больше счастливы и женя сейчас я хочу тебе показать видео где можно наглядно увидеть как у тани горят глаза от от мелочи но уделенному ей внимание это иду минуту другом переговорим Я никогда не принимаю приятного внимания себе лучшего парня, поэтому я сегодня так немножко больше довольна, чем обычно. Я утерли нос Жеке, конечно, жестко. Просто не знал, как надо реагировать. А чем ты приняла от чего жить? Мне было приятно, почему нет? Раньше он мне часто очень их дарил, но последние полгода я видела цветы только на празднике. Вот эти вот все стандарты, там, день рождения, 8 марта и так далее. А ты домой их принесла? Нет. Значит, ты их еще и выкинула? Я их маме передарила. Ты и ты? О, как неловко, боже мой! В такое перерастать не должно, вот уже не должно, это уже лишнее. Я еще не рассказала об этой ситуации, плюс ко всему. Нет. Нежданчик такой. Мне не понравилось то, что Таня не рассказала мне об этом инциденте. Таня, конечно, косячит очень жестко. Ну, во-первых, цветы приняла, во-вторых, не рассказала. Очень, дай бог, номером обвинялась. Женя, а как ты думаешь, что Таня сказала этому мужчине о том, что у нее есть молодой человек? Конечно. Давай посмотрим. Я без твоего замужем, Андрей. Когда собираетесь? Сыграть свадьбу? Через пять минут. Таня, которые встречались на протяжении пяти лет, последние два года они планировали свадьбу. И вот, знаете, когда остается пару месяцев, до того, как надо уже все четко перешать, там происходят какие-то метаморфозы, и кто-то из пары говорит, а давай-ка, наверное, мы с тобой разбежимся. Слушай, ну это да, это может быть такое, если перетянуть так. Ты знаешь, есть такой срок в отношениях, когда надо уже либо раствориться, либо подальше идти. Ну, слушайте, а мне она вообще никогда не говорила, какой срок для наших отношений. Кажется, Таня в новом знакомом... Ну, ты же сам чувствуешь, что же не... С которым можно поделиться и более откровенными темами. Есть какие-то, может быть, моменты, которые... А всегда с незнакомцами проще делиться на откровенные темы. Самый банальный пример – это вы едете с человеком в купе, в поезде, и, не знаю, там... Можете с ним разговориться, рассказать всю свою жизнь, все свои проблемы, и он так же. И вы с ним больше никогда не увидитесь. Вот, это, ну, как бы, ну, такая вот история. То есть наболело что-то, говорит, и порассуждать интересно с другим человеком, которого ты не знаешь. Потому что и в его сторону понять, принять, что он думает об этом, и его жизненный опыт почувствовать. Мы же все люди разные, как бы, я поэтому кайфую, ну, как бы, от новых знакомств. Потому что, ну, ты все время впитываешь что-то такое новое, другое. Даже если это, ну, знакомство, пусть будет так, отрицательное, но ты это потом понимаешь и знаешь, что это знакомство лучше бы не происходило в твоей жизни. Это же, безусловно, опыт человеческий. И в дальнейшем ты, столкнувшись с одним человеком, избегаешь, там, не знаю, там, да, сотню других таких людей. И такой думаешь, ну, окей, слава богу. Не устраивают. Знаешь, как ни странно, мы очень мало времени вместе проводим. Почему? Ну, я много работаю, он тоже работает, да. И плюс еще он играет у меня в свободное время. Атамация у одного подножкого бандита? То есть, стоит камера. Я уже обратил внимание, что Таня посмотрела несколько раз уже в камеру. Села девушка и тоже посмотрела на эту камеру. Мы не знали, что там нас снимаешь, что это случилось, боже мой. А, нет, допуск, СКО. И то, что чел в отражении, блядь. Мы не знали, что это, как это случилось. А, он геймер. Ну, да. Я геймер, что лоха. Ну, я хочу работать с такой, знаешь, человеком, который, как бы, чуть-чуть напитает. Все рассказала. А я немножко, как-то, начала просто выносить ссоры сбы, рассказывать о наших отношениях, обо мне, какому-то левому парню. И парень дает вообще чувство ответственности, какое-то чувство безопасности, чтобы ты вот взяла, например, ушла в декрет. Ну, вот от него идет какая-то вот. Эта вода звонит, и вот в этом у нас, конечно, проблемы. Если Женя не станет для вас подушкой безопасности, вы его бросите? Да. Это сто процентов. Я думаю, у девушки именно сложно, ну, как бы, вот так вот голова сложена, потому что важно им иметь чувство семьи. Ну, как бы, что мужчина, ну, как бы, прикроет себя. Что, ну, я не права сесть на шею о том, что просто, ну, какая-то такая безопасность. Просто финансовая подушка, это, ну, является определенным счетом от определенных проблем. Это очень важно. И если молодой человек этого не предоставляет, соответственно, как бы, ну, у него, значит, нет этого счета. И это разговор, я тебе реально говорю, это не про бабки, это про будущую жизнь. И вот брак, ну, типа, он не может состояться, как бы, если он состоится, он обязательно либо развалится, ну, либо же, как бы, они для себя примут какие-то определенные уроки жизненные, возьмут себя в руки и сделают что-то такое, ну, для себя важное. Типа, что вот, ну, такой образ жизни точно не поможет. И такие пары, ну, живут прям от и до. А что ты хотел на свои, там, 18 тысяч рублей? Такой, Зая, все у нас окей, я купил новую игру, блядь, ты пока работаешь, я играю. Все, отлично, поженимся, как-то проживем, откроем бизнес, замутимся, у меня клевый стартап. Да херня это все, херня. Оказывается, что если у меня не будут кейсы с бабками, то я на... Не кейс про бабки, дело не в бабках. Если ты реально впахиваешь, вдалбливаешь, как, там, ну, стараешься, все, типа, вот, для будущей семьи, это видно. Даже без финансовой подушки, как бы, да, ну, просто, женщина в тебе уверена, что ты просто сможешь. Так было и будет. Не, обнести ничего, ничего, говори. Ты обиделся, маленький, пучучий. Это очень сильно ударило по моему морскому эго. Как ты думаешь, после того, как Таня пожаловалась этому парню на тебя, у них продолжилось общение? Ну, разговор сам в разгаре, я так полагаю. Я до последнего из головы выгонял эти мысли, то, что она может договориться с ним о другой встрече или свидании. Если вдруг что-то произойдет, и Евгений где-то накосячит, тогда будет мой телефон. Нет, даже если накосячит, я думаю, что это будет не скоро, а если нам судьба встретиться, знаешь, то, думаю, мы встретимся в другом месте. Да. Я надеюсь, что это не последняя встреча. Можно лошадь? Посылайте. Вы любите Женю? Па-па-пам! Да. И это... Правда? Правда. Поэтому, Жене, нужно было тебе брать быка за рога, делать выводы свои. Ну, соответственно, если мы сейчас не вместе, возможно, выводов ты не сделал. Слава богу, провокация Тани закончилась, и закончилась она хэппи-эндом. Но соглашусь, что понервничать она меня заставила. Испытал облегчение? Не представляете, какое. Если честно, я бы на вашем месте так не радовалась. Потому что компромат у меня есть и на Женю. Купочки. По ее взгляду я понял, что она начинает что-то подозревать. Я уверена, что после просмотра этого видео ваши отношения изменятся навсегда. Что это значит? Что я могу там такого видеть, что все изменится навсегда? Ты преподаешь там? Свидание с лучшим другом. У тебя много девушек-учениц? Да, много. А у тебя есть те, кому у тебя особые отношения? Все наравне. Это прекрасно. Ну, я предлагаю посмотреть. Это новая ученица Жени. По совместительству. Агент Айзи. У тебя девушка? Новенькая. Первый раз пришла. Таня, ты вообще ревнивая? Не очень ревнивая. Я такая более адекватная. А если что-то будет, конечно, я это так не оставлю. Я могу и уйти. Ты это прекрасно знаешь. Мне даже в голову прийти не может, что Женя с кем-то из учениц может выходить за рамки учебного процесса. А можно дальше посмотреть? Когда я увидела ее сиськи, я просто офигела. Вот это просто подстава, понимаешь? Вот такие. Просто, не знаю, размер пятый. Поэтому ты так ярый ревнивался встречать. Нет, я не знала, куда именно идти. Как тебе грудь понравилась? Ну, не знаю, всякие бывают. Ну, мне кажется, она не в его вкусе, если честно. Еще в груди с маленькой. Женя начала оправдываться мне. Да не оправдывается он, он просто говорит факты пока что. Ну, им неловко, наверное. Стала не по себе. Женя, ты часто проводишь индивидуальные занятия с девушками? Я почти только индивидуальные провожу. Судя, ты любишь? Конечно. Такому мужику, в принципе, это не нравится. Мне кажется, это немного непрофессионально, как бы, на работе. То есть в кафе. Да, то есть в кафе она сидела. Тихо, кака. И немножко, ты же работала. Это не можно общаться с левыми людьми. А мне на работе, законной работе, нельзя. Крутяк, ты должен, в любом случае, поддерживать какую-то беседу. Вот и все. Давайте дальше, можно? Давайте. Там-там так весело, я смотрю, да? Девчонка была реально... Что ты? Я не ревнивая, я адекватная. Блин, там так весело. Флитно, я так считаю, что это непрофессионально. Бля, Татьяна! Симпатичная, веселая. Было с ней очень легко общаться. Знаешь что, веселее, чем я? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну просто хохотушка сам по себе, вон. Ты не хохотушка. Ты просто с юмором. Я считаю, это непозволительно во время занятий. Таня. А что им молчать, блядь, что я не понимаю? По методичке танцевать? А что обычно происходит после тренировок с вот такими девушками, хохотушками? Либо следующая ученица, либо домой же они едут, ну потому что обычно это вечерние тренировки и заканчивают достаточно поздно, ну там 9-10. И всегда его ожидаю уже дома, либо с ужином, либо мы идем куда-то ужинать. Мне не хочется тебя разочаровывать, но оба твои варианты неверные. Далее в программе. Постоянно ходишь, и едет, ну куда-то ужинает. Просто ну как дома он так решил разъяснить. В ситуации ты так постоянная. Я включаю. Ну 10. И всегда его следующая ученица, либо домой же они едут, ну потому что обычно это вечерние тренировки и заканчивают достаточно поздно, ну там 9-10. И всегда его ожидаю уже дома, либо с ужином, либо мы идем куда-то ужинать. Мне не хочется тебя разочаровывать, но оба твои варианты неверные. Я включаю. Просто ну как-то, может быть это вообще не единичная ситуация, и ты так постоянно ходишь. Папа, ну жёг, клиентскую базу набивает Евгения, что сказать? Работает мужчина. С новенькими грудавскими бабами. У меня, короче, отменился урок тогда. А, я тебе передумал, а так решил это развеять себя. Я ковно пришел кофе попить, надо построить план тренировок на неделю. Ну почему нет? Это нормально. Рассказывала ли ты об этом своей суженной? Мне это не понравилось. Хочешь посмотреть, как они строили план тренировок? Да, интересно, как там планы строить? Включайте, пожалуйста. На, убирай. Джентльмен. Бургеры будешь? Нет, не вырелся. Вы не открыли сразу, смотри. Я когда увидела, что они пошли сидеть в папе, я просто... Ну блин, как? Чем занимаешься? Я фитнеса. В фитнесе? В фитнесе, да, если будет нужна помощь, больше. Что-то не похоже, что она в фитнесе, если честно, вообще никак. Короче, смотри, я хочу набрать масло, что мне нужно? Во-первых, тренироваться и приседаться где-нибудь, хотя бы, ближе ко мне. Очень профессионально, точнее, вообще непрофессионально. Нет, нет. И вот это... Ха-ха-ха-ха! Приседать и заниматься, блядь, да! Давайте я стану врачом! Ну, во-первых, пить таблетки и не болеть! Ты позволяешь, чтобы тебя трогала другая, чужая девушка, да? Это просто, блин, я не знаю. Думаю, вот так сидит. Чё-то как-то его некомфортно... К равносильно предательству уже какому-то. Ну, она вот просто мило беседовала, ну, окей, мне нравилось. А то, что она тебя там трогает, это все нормально, ты считаешь? Я же не трогал, как-то ранее. И он начал так нелепо отмазываться. А, ну, то есть, как бы тебя могут там затрогать, залапать, и это... Ну, ладно, это нормально, обычно, мы танцевали только что, вот, мы вот такой позиции там стояли. Нет, одно дело, когда это в танце, и совсем другое дело, когда это... Что-то, Таня, ведешь себя, на самом деле, никак-то не очень, потому что, ну, в данном случае, пока ты прям проигрываешь. Вот честно говорю, у тебя там от флирта до цветов зашло, все такое. Тут, ну, явно тоже девушка проявляет знаки внимания, трогает, но он пока вот так сидит, ну... В ресторане, и зачем вообще туда было идти? То, что я с чуваком в кафе посидела, это вообще фигня по сравнению с тем... Да, фигня. Ну, не знаю, блин, можно ваши комментарии на этот счет, ваше мнение, очень любопытно, очень интересно. Потому что, ну, я, как бы, свою точку зрения сказал, и, как бы, да, там вы можете написать, что согласны, что не согласны, или какие-то, там, контраргументы предъявить. Но мне нравится то, что, как бы, то, что аудитория, которая меня смотрит, она... Все очень логически расписывает, объективно, вам за это большое спасибо, между прочим. Это важно, ну, очень важно. Потому что я читаю, бывает, некоторые комментарии, ну, там вообще токсичность, желчь какая-то, что... О, это бред, так думать, так говорить, ну, блядь, бред, думай по-другому, что тут сказать. Ты тоже взрослый человек, как бы, у тебя своя точка зрения есть, не нужно обесценивать чужую точку зрения, не всегда бывает так, что, ну, ваши мысли пересекаются, блядь, это нормально. Что сейчас делаешь ты? Легко, что вы общаетесь на плане. Мне довериться человеку или дать ему вести, это катастрофически сложно. Да. У тебя вышло. Спасибо большое. На вас, так смотрю, уже общение так затянулось, она тебе уже там голову кладет на плечо. Да, там его вообще облизывают с ног до головы, он сидит вот так вот. И что вы там о тренировках заговорили, вы даже не начали это обсуждать. План тренировок они составляли, да, она уже просто выложила свою грудь ему на плечи, и там просто он уже в ней, там, мне кажется, запутался. Так, подойди, не кипяти. Ну, не кипяти. Все, ништяк. Пишина у тебя осталась. Штер там протирали. Все, она прям активно взяла, это я что-то, женат, что ли, сделаю? А ты рад, баба, там со всех столовых сбежали, септера. Ну, он от нее уже вот так от себя прям, уже вот так, бедно, извещается, как только может. Кольте беру, да? Я боялась уже просто представить, что будет дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, конечно. Ура! 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 Ты куда не пойдет, нет? А, нет, это к вам пойдет, если вы захотите себе. Ну-ка, не выкладывайте никуда. Тоже... Беда! Получается, ты испугался такого момента, что Таня может увидеть это фото в интернете? Я потом буду оправдываться, что вот мы с ученицей там... Ну, не надо было фотографироваться тогда, чем можно сказать. С новичком обсуждали планы в баре, какие-то скажу потом. У меня один план там никакой не обсудили. Про ее способности мы поговорили. Да, у нее хорошие способности, я это поняла. А вот эти способности пятого размера, это вообще как бы... Почему надо эти способности? Это хорошая способность, тебе так скажу. Не надо... Я бы хотел, конечно, что сделать. Чего ты к ней присел? Ну, просто подсел. Не знаю, просто руку положил наверх. Он прям сел к ней вот так вот близко, я думаю, что это такое, ты что делаешь, Женя? Ну, знаешь, как будто бы это вообще не мой человек, не мой Женя. Включите дальше, пожалуйста. После того, как ты увидишь это, ваши отношения изменятся навсегда. Ты уверен, что хочешь это посмотреть? Да. Я уже просто была готова ко всему, и я хотела до конца досмотреть. Дорогая моя собачка, я тебя безумно люблю, только тебя. Поэтому это был розыгрыш, дорогая. Как это мило было, боже мой. Ну, это прям мило, если честно, очень мило. Красава, Женя. Даже сейчас немножко я прям даже расстроился, что ваши отношения давно дальше не продлились, если честно. Конечно, да, вообще. Ты будешь моей женой? Да, я согласна. Ну, ты даешь? Что я люблю? Честно. Ты тоже очень люблю. Как в всяких лучших фильмах про любовь. Да. Поздравляю вас от своей души. Я нереально счастлива за вас и очень рада. Но осталась маленькая деталь. Этот ключ. Да, я понимаю, я понимаю. Это был самый лучший день в моей жизни. Что, не сейчас свадьба будет, что ли? Ну, арка на 4 балла, так скажу. Можно было покрасивее цветы еще добавить, но фон, конечно же, красивый. У Айзы платье на 7, даже на 8 бы я сказал. Я уже с нетерпением была в церемонии открытия шкатулок, потому что я знала, что я туда уже приду невестой. Дети работают за 1 доллар чисто. С 12 бриллиантов, между прочим, чтобы вы понимали, да? Отличные наряды для молодых. Очень отлично. Прикольная свадьба, да? Антураж соответствует 10 из 10. Красиво. И я вижу перед собой вот эту вот свадебную арку. На двери начинаю плакать. И стоят детки со шкатулками, и мы понимаем, что нам туда. Бля, реально красиво. Вообще неплохо прям. Вот им реально стоило пожениться вместе, чтобы как-то вот это запечатлеть. Это тебе, красавица. Невеста. Спасибо. Какое-то ощущение свадьбы, вот правда. Было очень приятно. Женя, Таня, я не хочу говорить банальных слов о том, что вы должны хранить свою любовь. Это и так понятно. Я хочу сказать о другом. Это осознанное желание прожить с любимым человеком всю жизнь. И я хочу, чтобы вы всегда в моменты счастья и в минуты сложности помнили, что вы однажды приняли это решение. И держаться за него, как за ниточку. И всегда знать, что вы есть друг у друга. Я действительно вижу Таню на протяжении всей своей жизни. Верю, что мы проживем ее круто и счастливо. И что мы умрем в один день. И я об этом скажу тоже самое, амстышки и влейвай. Вы прошли пять испытаний. И у вас есть четыре ключа. И возможность пополнить ваш первый семейный бюджет. Вам осталось только открыть шкатулки. Ну вот и финансовая подушка образовалась у нас. И в этом вам помогут мои сыновья со своими друзьями. Женя предложил начать с младшенького. Его зовут Элвис. Мы подозвали его. Ты мой хороший. Какой красивый. Спасибо тебе большое. Спасибо. Наша первая шкатулка. Там деньги. Отлично. Элвис принес первые бабки. Класс. Тут 70 тысяч рублей. 70 тысяч. Женя как чувствовал, что у него самая большая сумма. Элвис, спасибо тебе. Спасибо. У вас есть еще три ключа. И вы можете выбрать еще шкатулку. У девочки, наверное. Сэма. А что нет? Я тоже думала. Сэм, иди сюда. Сэм, идем к нам. Да, конечно, начало белых. Детей позвали, да и своих подмаздах. А остальные дети пусть постоят с тяжелыми коробками и подождут. Мы же. О, там тоже деньги. Сэм, просто спасибо тебе большое. Я понимаю, что уже 120 в сумме. И, блин, ах, это уже такой большой куш. Нам на свадьбе. Хорошо. У вас еще есть два ключа. И две шкатулки. Девочку. Да, давай она такая хорошенькая стоит. Давай маленькая уже устала. Она такая серьезная еще была. Я думала, что в любом бабло у нее есть. Сан Ли. Сан Ли. Мне нравится, что мы с тобой все решения принимаем вместе. Ну, раз, два, три. Там еще деньги. Десять тысяч. Ну, неплохо, неплохо. Пока. Пока мимо цели нету ничего. Ю-ху. А для нас самое главное было не открыть пустую шкатулку. Можно попросить тебя подойти? Ключ у меня. А это Джетли. Я в руке. Так. А смотри, если ключ угадаешь где? Так. Левая шкатулка. Если не угадаешь где ключ, правая шкатулка. Видишь, Айза, мы стали настоящей командой. И все делаем вместе. Я готов. Да, только правила он придумывает. У меня ключ в руках. В смысле не понимаю. Просто выбери руку. Левая. Левая. Пустая. Значит? Мы выбирали правую шкатулку. Открываем и там деньги. Спорим? Я чувствую это. Ну, давай. Давай, маленький. Да, 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 да. Не надо. Посмотрите. Пятьдесят. Пятьдесят. Тысяч рублей. Срываем прям большой куш. И он пойдет прям нам на свадьбу. Вы приехали в эту страну, чтобы стать командой. А стали семьей. И это самый большой выигрыш в вашей жизни. Ну, вообще какая-то сказка. Я верю в то, что мы теперь будем настоящей командой. Мы принесем нашу любовь сквозь года. Ну, все. В принципе, шоу подошло к концу. Очень приятный выпуск. Я что могу сказать. Не такой токсичный, который был в прошлый раз. Который я первый смотрел. Здесь прям приятно было. Ну, и глядя сейчас на эту серию, понимаю, что прошло уже определенное количество времени. Люди совершенно на разных полюсах. Занимаются своими делами. И, к сожалению, не вместе. Очень. Ну, как бы, вот сейчас они какие-то такие волшебные. Прямо на них смотрится. Хотелось, чтобы у них, ну, пара бы осталась. И я не знаю. Глядя сейчас на Таню, ну, как бы, мне кажется, что и вправду все-таки с Женей нарезали. Ну, как бы, интервью с ней на сердце Ивлеева нарезали. И выложили только отрицательный момент. Я думаю, она много чего и хорошего сказала, если честно. Поэтому, Жень, как бы, держись. Мы в любом случае с тобой. Мы уверены, что ты, как бы, хороший мужик, в принципе. И здесь какую-то токсичность проявлял, наверное, не в цель своего характера, а просто, ну, как бы, возможно, для эффекта шоу. Короче говоря, родные, с вами был Радик. Большое спасибо за просмотр. Если вы новый, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Поставьте свой лайк. И давайте этот год сделаем просто чудесным и счастливым. Вот чтобы вот такие радости только у нас были в жизни. И они оставались на всю жизнь с нами. Пока-пока.